Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон, и в сегодняшнем видео мы поговорим про анализы. И мы поговорим на тему того, как правильно интерпретировать собственные анализы. Очень большое количество людей просто просят меня, чтобы я посмотрел на их анализы и сказал там, нормально у них всё, ненормально, что им нужно делать, что им не нужно делать, и вообще какая у них ситуация. И, соответственно, сейчас я запишу такую, грубо говоря, видеоинструкцию, по которой подробно объясню, как вам самим понять, что происходит с вашим организмом, как понять, что у вас за диагноз, грубо говоря, по вашей эндокринной системе. Соответственно, о том, как всё это исправить, есть статья, называется «На терапия по повышению уровня тестостерона». И, соответственно, там подробно рассказано о том, что, собственно, делать. Но сейчас я понимаю, что многие люди просто не могут понять, там, гипогонадотропный у них дефицит тестостерона или гипергонадотропный. В чём разница между, там, дефицитом тестостерона и, соответственно, к примеру, гипогонадизмом. Вот таких вот нюансов много. И в сегодняшнем видео мы разберём, собственно, все основные показатели по эндокринной системе. И я объясню, на что обращать внимание, какие соотношения и всё остальное. Так, приступаем. Значит, первое, у нас есть основные показатели. Это лютинизирующий гормон, фолликово-стимулирующий гормон, тестостерон общий, тестостерон свободный, эстрадиол, провоктин и ГСПГ, глобулин, связующий половые гормоны. Нормы по данным гормонам. Значит, лютинизирующий гормон, нормы в среднем, я буду приводить такие средние нормы, плюс-минус, которые нам у большинства лабораторий подходят. Значит, лютинизирующий гормон измеряется в мили, международные единицы, либо просто мили, единицы на миллилитр. Соответственно, норма примерно от 1 до 9. Соответственно, разбег просто колоссальный. Сразу возникает вопрос, что нормально, 2 или 9. И, соответственно, лютинизирующий гормон может быть разным. По лютинизирующему гормону мы смотрим, когда мы будем говорить о тестостероне. Сам по себе лютинизирующий гормон нам, можно сказать, ничего не говорит. Если мы возьмем лютинизирующий гормон, вырвем его просто с анализа, не рассматривая его соотношение к другим гормонам, по одному лютинизирующему гормону мы ничего не поймем. Лютинизирующий гормон может быть 2, а тестостерон низкий. В таком случае это, допустим, гипогонадотропный дефицит тестостерона или гипогонадизм. Лютинизирующий гормон может быть 2, а тестостерон нормальный. Тогда лютинизирующий 2, это нормально. Лютинизирующий может быть 9, к примеру, да, и тестостерон низкий. Это гипергонадотропный дефицит тестостерона или гипогонадизм первичный. Может быть, ЛГ-9, а тестостерон 30 наномоль, тогда всё нормально работает, никаких проблем нет. Поэтому лютенизирующий гормон сам по себе отдельно никогда не рассматривается, потому что это, по сути, гормон посредник. Это гормон, у которого есть одна единственная функция. Просто стимулировать яички на выделение тестостерона. Больше лютенизирующий гормон абсолютно никаких функций в организме не несёт. Фолликостимулирующий гормон измеряется в точно таких же единицах. Милли, международные единицы на миллилитр. Норма по референсным значениям, как правило, стоит немножко ниже. Она там, если от лютенизирующего идёт от единицы, то фолликостимулирующий где-то от 0,9, от 0,8 иногда. И референсные значения ещё выше. Они идут вплоть до 12, иногда даже 18 единиц. Что такое ФСГ, о чём нам говорит ФСГ? Фолликостимулирующий гормон – это гормон, который доставляет тестостерон к придатку яичка. И он, в свою очередь, отвечает за сперматогенез. Если лютенизирующий гормон отвечает за выделение тестостерона, секрецию тестостерона, то фолликостимулирующий в первую очередь отвечает за сперматогенез. Соответственно, в каких случаях его надо рассматривать? В случаях, если мы говорим о спермограмме, о восстановлении спермограммы, если спермограмма плохая, сдаются анализы, смотрится ФСГ, соотношение ФСГ к тестостерону. Соответственно, как правило, он сдаётся всегда. Да, и смотрится ещё соотношение ЛГ к ФСГ в некоторых случаях. Но, как правило, всё-таки в первую очередь мы обращаем внимание на ФСГ, и в первую очередь на ЛГ, а ФСГ уже вторично. Потому что, как правило, у нас всё-таки стоит вопрос повышения уровня тестостерона, а не улучшения спермограммы. Если вопрос о улучшении спермограммы, тогда ФСГ тоже важен. Следующий гормон – это у нас тестостерон. Тестостерон общий, и он измеряется у нас в различных значениях, но самые популярные – это наномоли. И всегда, когда я говорю о каких-то значениях, не уточняю, я говорю всегда о наномолях. Если надо перевести какие-то другие значения, допустим, тестостерон может быть в нанограммах, в наномолях, там, допустим, ещё там в чём-то, в пикограммах, ещё в чём-то. В общем, если его надо перевести, как правило, есть огромный калькулятор, вы пишете, перевести в петамоли в наномоли, или там пикограммы в наномоли, и всё, соответственно, переводите. И никаких проблем нет. Поэтому будем говорить о наномолях. Тестостерон в наномолях обычно референсные значения ставят у нас, по странам, от 8 до плюс-минус 40-50, редко больше 50. Многие лаборатории и многие, соответственно, аппараты в лабораториях не могут определить тестостерон больше 50 наномоли. Но в некоторых случаях могут определить и больше. Но, как правило, всё-таки какой-то сверхогромный тестостерон не определяется. Очень многие лаборатории определяют 120 наномоли и дальше не определяют. Так, какие реальные значения по тестостерону? Реально более-менее нормальный тестостерон начинается с 20 наномоли. Потому что общий тестостерон всё равно не важен, а важен свободный. Но для того, чтобы было какое-то достаточно нормальное количество свободного тестостерона, нам всё равно нужен общий. Потому что свободный – это всего лишь определённый процент от общего. И чем выше общий, тем, скорее всего, будет больше и свободного. Поэтому тестостерон общий, он важен, но он рассматривается также по соотношению ГСПГ и к свободному тестостерону. Сам по себе общий тестостерон, он вообще тупо неактивный. И, соответственно, он может быть 40, ГСПГ – 200, и свободного всё равно не быть. Поэтому всегда надо смотреть, в первую очередь, на свободный. Но общий тестостерон нормальный, как правило, чем выше, тем лучше. Если тестостерон достаточно низкий, типа 10 наномоль или 15 наномоль, то очень маленький шанс того, что будет очень низкий ГСПГ и свободный будет более-менее нормально. Если мы видим тестостерон 10-12 наномоль, то мы понимаем, что в любом случае у нас будет мало свободного. И как бы это парадоксально не выглядело и не звучало, гипогонодизм ставится непосредственно по общему тестостерону. И это очень тупо, это крайне тупо. Потому что общий тестостерон неактивен, он связан с глобулимным и альбумином, он не выполняет абсолютно никаких функций в организме, кроме того, что он развязывается и становится свободным, активным. Но гипогонодизм ставят именно по общему тестостерону. Хотя на самом деле нужно ставить гипогонодизм именно по свободному, по активному тестостерону, потому что очень тупо ставить диагноз по неактивному гормону. Когда при очень высоком общем тестостероне и без гипогонодизма у человека может быть колоссально низкий, свободный. И по факту быть дефицит и гипогонодизм, а по анализам поставить диагноз нельзя. Вот такой вот немного тупой нюанс медицины, но он есть. Смотрим дальше. Следующий и самый основной и важнейший гормон, ради чего вообще всё делается, это свободный тестостерон. Это активный тестостерон, который не связан ни с альбумином, ни с глобулином. Именно он входит внутрь клетки и выполняет все функции тестостерона. Измеряется он в абсолютно разных значениях, но чаще всего он идёт либо в наномолях, либо в пикограммах на миллилитр. Соответственно, чаще всего в пикограммах. И хороший свободный тестостерон будет на отметке в районе 20 пикограмм на миллилитр. В то же время, как практически все лаборатории ставят по свободному тестостерону референсные значения от 0, от 1 до 28. Связано это с тем, что просто тупо никто из лабораторий не знает, какие вообще значения ставить. Они вообще просто не понимают. Ну, как бы понятно, что единица, это его нет вообще. А 28 это уже прям хорошо. Какие же реальные значения референсные по свободному тестостерону? Что такое хороший свободный тестостерон, я могу сказать с практики. Потому что я вижу, какой свободный тестостерон у большинства людей при гипогенодизме, когда они просто тупо жалуются на симптомы, я понимаю, что у них плохое состояние. Я понимаю, какой свободный тестостерон у людей, когда у них терапия срабатывает, и когда они себя хорошо чувствуют. Значит, какие реальные референсные значения? Это в районе от 18 до 25. Это такой твердый, хороший, свободный тестостерон. 18-25 пикограмм на миллилитр. За 30 тоже хорошо. Он бывает, когда снижается ГСПГ, бывает и за 30. Ниже 18, как правило, уже дефицит. Если, в принципе, средняя статистическая картина вторичного гипогенодизма при 10-12 наномолях, свободный, как правило, от 8 до 12. Вот такие вот значения. Поэтому, когда мы говорим о повышении уровня тестостерона, то в первую очередь мы должны повышать свободный. Если свободный зайдет за 20, то все супер. Следующий гормон из очень важных, таких ключевых, который очень сильно влияет на наше самочувствие, это эстрадиол. Это женский половой гормон, который в мужском организме выполняет ряд определенных функций. Понимаете, что сам гормон не женский, потому что нет женских мужских гормонов, просто у мужчин больше тестостерона, поэтому его называют мужским, у женщин больше эстрадиола, поэтому его называют женским. Но, по сути, и те, и те гормоны просто выполняют определенные функции в организме, и эстрадиол в мужском организме превращается из тестостерона. Есть такой фермент, называется он ароматаза. Он превращает тестостерон в эстрадиол. Эстрадиол в первую очередь в мужском организме отвечает за синтез костной ткани, баланс липидного профиля. В общем, не будем углубляться в суть, есть большое количество различных факторов. На самочувствие в первую очередь эстрадиол, можно понять, как он влияет на самочувствие. Он влияет на либидо и на эрекцию. Соответственно, на половое влечение, на желание секса и на саму эрекцию, на твердость полового члена. В отличие от тестостерона, у которого все очень просто, чем он меньше, тем хуже эрекция и хуже либидо, чем он больше, тем лучше эрекция и больше либидо, с эстрадиолом достаточно специфичная картина. Эстрадиол, кстати, по референсным значениям идет у нас в пикамолях от 40 до 160. И реальные его значения всегда надо смотреть по соотношению к тестостерону. Если говорить о среднем, то более-менее у нас от 40 до 100. Все, что больше 100, это уже нехорошо, несмотря на даже очень высокий уровень тестостерона. Так вот, в чем суть? При очень низком уровне эстрадиол, если он заходит ниже 40 пекамоль за литр, то, соответственно, очень часто проявляются симптомы дефицита тестостерона. У человека может быть тестостерон нормальный, а проблемы с эрекцией, с либидом. И, соответственно, это все уже не проблема тестостерона, это проблема низкого уровня эстрадиола. Примерно такие же симптомы при повышении уровня эстрадиола. Но помимо этого еще будет отложение жира по женскому типу и будет еще отечная ткань. Это уже побочные эффекты, очень повышенного уровня эстрадиола. Что вообще происходит с эстрадиолом? С эстрадиолом все происходит следующим образом. Как правило, он повышается либо просто в возрасте, потому что чем человек старше, тем у него сильнее повышается ароматизация и количество фермента ароматазы. Ароматизация больше, фермента больше, эстрадиол повышается, и по принципу обратной связи повышенный эстрадиол начинает снижать тестостерон. Про это мы еще поговорим. И, соответственно, второй фактор, от чего повышается эстрадиола, это от наличия жира. И есть гипотеза, теория. Это, по-моему, я не нашел нигде каких-то конкретных данных, но про это говорят очень многие. Что повышение уровня эстрадиола ведет к повышению... Что повышение уровня жира в организме ведет к повышению эстрадиола. На самом деле я видел огромное количество людей, у которых по 160 кг веса, очень много лишнего, и у них более-менее нормальная ситуация с гормональным фоном. Поэтому... И видел в то же время вот таких вот дрыщей 60-килограммовых, у которых эстрадиол просто шкалит. Причем это не подростки уже в зрелом возрасте. Вот, собственно, такая картина по эстрадиолу. Следующее. Это пролоктин. Пролоктин тоже один из гормонов, которых причисляют к женским. В женском организме он отвечает за лактацию, за выделение молока. В мужском организме он выполняет огромное количество различных функций, начиная там от... Он регулирует количество жидкости с основной части спермы, он участвует в иммунитете, в формировании либидо, в психоэмоциональном состоянии, в стресс-реакциях и вообще в куче всего. Поэтому гормон важный, но проблема в том, что когда он очень сильно повышается, начинаются существенные проблемы, потому что он по принципу обратной связи очень сильно снижает тестостерон. Точно так же, как это делает эстрадиол. Но в отличие от эстрадиола, который мы снижаем очень низко, либо блокируем эстрадиоловые рецепторы, и у нас начинает повышаться тестостерон, при снижении провоктина никаких положительных сдвигов в организме не происходит, только негативные. Поэтому провоктин должен оставаться у нас в нормальных значениях. Какие же у нас нормальные значения по провоктину? Значит, провоктин у нас измеряется в единицах, в миллимеждународных единицах на литр. И референсное значение у нас от 73 до 400. Какие нереальные? Реальные они до 300. От 300 до 400 уже плохо. Тоже мне там часто пишут, вот у меня там уже 250, все очень плохо, уже куча проблем. Нет, 250 проблем не будет. Если мы возьмем 250, опустим до 100, вы ничего особо не почувствуете. Если мы с 400 опустим до 300, тогда почувствуете. Поэтому провоктин должен быть в организме, он выполняет свои функции, и соответственно надо его снижать только при сильном повышении. За 300 зашел, тогда можно повышать. Пока он невысокий, его лучше не трогать. И крайнее, что мы на сегодня рассмотрим, это ГСПГ, глобулин, связывающий половые гормоны. Это белок определенный, который связывается с тестостероном, как белок-переносчик. И соответственно, пока тестостерон связан с ГСПГ, он не активен. Соответственно, по ГСПГ, ГСПГ у нас измеряется в наномолях. Чем ГСПГ больше, тем хуже. Потому что большое количество ГСПГ ведет к тому, что тестостерон связывается и мало свободного тестостерона. Поэтому главное, что нужно понимать, это то, что чем ниже у нас ГСПГ, тем по факту лучше. Теперь самое интересное. Как понять, когда вы поняли, что тестостерон у вас низкий, как понять, что конкретная у вас за проблема? Что конкретного за проблема, мы можем понять по соотношению лютинизирующего гормона к тестостерону. Соответственно, просто смотрите на тестостерон, понимаете, что он у вас низкий. Низкий свободный, смотрите на общий, низкий общий. Смотрите на лютинизирующий гормон. Если у нас все низкое и лютинизирующий гормон низкий, у вас обычный вторичный гипогонодизм. Либо, если тестостерон не очень низкий, но вы чувствуете дефицит тестостерона, я говорю про общий, если общий тестостерон не очень низкий, но чувствуете дефицит тестостерона, то у вас гипогонодотропный дефицит тестостерона. Как это выглядит? Это, допустим, ЛГ-2-3, тестостерон, допустим, 15-16-17-18 наномоль. Что бывает ещё? Бывает гипергонодотропный дефицит тестостерона, либо он же гипергонодотропный первичный гипогонодизм. Как это выглядит? Выглядит это всё следующим образом. Тестостерон низкий, при этом у вас лютенизирующий гормон от 6-7 до 8-9-10, даже может быть выше. Это уже гипергонодотропный первичный гипогонодизм. В чём разница? При вторичном гипогонодизме голова не выделяет лютенизирующий гормон. Лютенизирующий гормон не выделяется гипофизом, из-за чего идёт плохая стимуляция яичек, яички выделять тестостерон не хотят, потому что они не стимулируются. Проблема на вторичном уровне, на уровне гипофиза. Если у нас лютенизирующий гормон высокий при низком тестостероне, то проблема другая. Проблема на первичном уровне. Голова лютенизирующий гормон выделяет гипофиз, а яички на него не отзываются. Соответственно, тестостерон выделять не хотят. Поэтому это называется первичный гипогонодизм. Потому что проблема на первичном уровне, на уровне яичек. Бывают другие картины, когда у нас, допустим, ЛГ, ФСГ типа 5-6, соответственно, тестостерон низкий. Как бы ЛГ ни туда, ни сюда. Это у нас смешанный гипогонодизм. Это когда голова вроде и выделяет ЛГ, но немного. Ну и яички выделяют тестостерон тоже немного. Это у нас смешанный гипогонодизм. Типа смешанный гипер, точнее, это получается у нас и первичный, и вторичный смешанный. Так, вот, собственно, такие вот нюансы по тому, что у нас по ЛГ и тестостерону. Следующее, что надо посмотреть, это соотношение тестостерона общего к свободному. Если у нас свободный тестостерон низкий, то нам надо рассмотреть свободный тестостерон и ГСПГ. И понять, в чем причина. Почему низкий свободный тестостерон? Потому что общий низкий или потому что ГСПГ высокий? Если у нас общий тестостерон низкий, ГСПГ низкий и свободный, соответственно, низкий, значит у нас гипогонодизм, гипогонодотропный или гипергонотропный. Надо повышать уровень тестостерона общего. Если же у нас уровень тестостерона общего высокий, а свободный низкий и высокий ГСПГ, Тогда у нас нет смысла повышать общий, нам надо снижать ГСПГ. Это абсолютно другая проблема. Плюс нам надо еще рассмотреть, в конце я хотел рассказать про соотношение тестостерона к эстрадиолу. Тоже в чем здесь нюансы. Когда мы рассматриваем все значения, надо еще посмотреть на эстрадиол и тестостерон. Бывает такое, что тестостерон высокий и эстрадиол высокий. Тогда, допустим, ситуация более-менее нормальная. Допустим, там тестостерон 30 наномоль, пекамоль у нас эстрадиол 100. И это, в принципе, нормальное соотношение. Один гормон высокий, второй гормон высокий. Но если у нас, допустим, 100 эстрадиол, а тестостерон там 10 наномоль, и мы понимаем, что эстрадиол ближе к верхней границе нормы, тестостерон ближе к нижней, то мы понимаем, что у нас повышенный эстрадиол по соотношению к тестостерону. И тогда нам надо снижать эстрадиол, и по принципу обратной связи, И это повысит нам уровень тестостерона. Ну вот это в принципе все. Сегодня мы не будем говорить про то, как исправляются данные ситуации. Соответственно, в конце я еще хотел показать анализы. Соответственно, так как это у нас рубрика «Разбор анализов», я покажу самую классику. Это вторичный гипогонадизм. Тот, который встречается у человека чаще всего. Это возрастной обычный классический гипогонадизм с абсолютно разными анализами до и после. Значит, здесь у нас мужчина 38 лет. И мы можем посмотреть, что у нас по анализам изначально был уровень тестостерона. Получается у нас 13 наномоль. При низком ЛГ 2,2 межродные единицы на миллилитр. И, соответственно, был очень низкий эстрадиол. У нас не было нарушения по повышению соотношения тестостерона к эстрадиолу. Анализы достаточно плохие. Соответственно, низкий эстрадиол – это куча проблем. Проблемы с либидо, проблемы с костной тканью в длительной перспективе. Низкий тестостерон, плохая либидо, плохое восстановление. Был достаточно средний ГСПГ. Мы понимали, что проблема низкого свободного тестостерона – это проблема, в первую очередь, вторичного гипогонадизма возрастного. И что мы сделали? Мы сделали обычную классическую терапию кламифеном. И, соответственно, у нас анализ первый за 23-е, а десятый анализ второй за 14-е, а одиннадцатый. Всего лишь прошло буквально 3 недели, свободный 26, идеально. ЛГФСГ – средние границы нормы, чуть-чуть выше средней, идеально в нормальных значениях. Тестостерон – 26 наномоль, всё супер. Эстрадиол – 77 пекамоль на миллилитр. И по соотношению к тестостерону соотношение отлично. ГСПГ не очень высокий, 30 минимально поднялся. Индекс свободных андрогенов – 85%. Супер. Провоктин – 250. Всё классно. Вот это пример того, как очень быстро исправляются анализы и как они выводятся в норму. Это просто как бы эталонная вообще терапия по повышению уровня тестостерона. Ни одного нюанса. Прям дозировка подобрана идеальнейшим образом. Это вот пример того, что происходит, когда мы чётко определили диагноз и чётко идеально подобрали дозировки. Вот так вот и происходит терапия. Сразу я как-то публиковал эти анализы, мне сразу говорят, вот, а сколько там будет держаться? Вообще ничего не будет держаться. Это обычный возрастной гипогонодизм. И мы делаем чисто поддерживающую терапию. Ничего здесь держаться не будет вообще. Терапия идёт как альтернатива гормонозаместительной терапии на постоянной основе. Вот, собственно, и такая вот ситуация. Это всё, что я хотел рассказать на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что я ответил на большое количество вопросов. И вы поймёте, как вам самому себе, грубо говоря, поставить диагноз. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, кому понравилось видео. Кому не нужны консультации, обращайтесь. Кому нужно ведение по курсам терапии по повышению уровня тестостерона, вы можете со мной связаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.